Дмитрий Григорьевич Левицкий Наибольшую известность Левицкому принесли парадные портреты. Он славился тем, что всегда мог найти нужную позу для модели, создать ей выгодное освещение и подобрать роскошную палитру для передачи его. Художник изображал Екатерину II не единожды. Известно, что в 1770-х годах он создал 7 масштабных портретов империатрицы, а в 1780-х – 15. В то время заказы царского двора на написание картин организовывались через государственного канцлера Александра Андреевича Безбородко, известного ценителя изобразительного искусства и владельца роскошной коллекции полотен. Он же выступал покровителям самого Левицкого и в 1783 году самолично заказал Дмитрию Григорьевичу парадный портрет Екатерины II для украшения своего петербургского имения. Картина получилась отличной от остальных работ художника. Образ императрицы отдален от реальной жизни. Левицкий изобразил Екатерину II идеальным монархом-просветителем. Вот как описывал портрет сам художник. Ее императорское величество, сжигая на алтаре маковые цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общего покоя. Вместо обыкновенной императорской короны увенчана она лавровым венцом, украшающим гражданскую корону, возложенную на главе. Победоносный орел покоится на законах, и вооруженный перуном страж рачит о целости он. Вдали видно открытое окно, а на развивающемся российском флаге, изображенный на военном щите Меркуриев жезл, означает «Защищенную торговлю». Полотно стало невероятно популярным, его неоднократно копировали или использовали как образец для подражания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ